итак друзья привет сегодня сделаем быстрый чечевичный суп суп пюре и на его основе я покажу несколько вещей о которых мы говорили это мы сварим бульон алексей помню вы говорили у вас лежат уже овощи в холодильнике вот эти вот замороженные остатки от перца там от морковки от петрушки вот мы собственно это используем на что вы увидели и так сказать поработаем с кухонными какими-то приспособлениями с гаджетами вот такая штука у меня в руке это сито шинуа называется ну что делает делает то же самое что и сито только она такой реальная поварской кондовая ничего тут не оторвется можно через него сжать прям соусы какие-то еще что-то и будем вот хорошо через него удобно всякий процедим бульон или собственно поработаем с блендером вот ну и сделаем супчик произойдем там значит я тут уже подогрел воду просто ну кипяток я хочу сделать около двух литров супа меня вот тут есть какие-то остатки чечевицы но начну я то есть я все это буду делать на основе овощного бульона вот еще раз да кто если кто не смотрел кто не видел посмотреть эти видео это и одно там из первых видео я говорил где нарезка овощей как это все работает тоже достаточно простое видео такое вроде получилось основное все сказал и там же то есть вот эти все вещи которые у вас остаются можно использовать для бульона вот я это и буду делать прям из морозилки вот так вот я все это сюда высыпаю вот вот друзья поглядите-ка прям не знаю я так это радует так для меня это красиво вот вроде казалось бы что тут обрезки а все какое-то красничное солнечное особенно когда вот зимой сейчас вот у нас уже осень ну да ладно собственно говоря я это дело запустил вот у меня эти обрезки там будут в воде кипеть где-то минут 25 и как всегда принцип параллельный такой готовки я буду пока не там кипят подготавливать овощную зажарку то есть принцип какой бульон закипит я убираю оттуда эти овощи ненужные у меня есть бульон я варю там чечевицу попутно я делаю зажарку ну не из картошки карту картошку туда до морковку все это дело он перетрем и будет хорошо вот это вот то что я по-моему уже говорил вот не жалейте вот эту верхнюю кожуру потому что она даже если в данном случае от она вот уже такая видно что плохая но бывает ничего беленькая однако же она достаточно толстая она грубая и ладно там суп пюре то ее можно пустить а вот если куда-то в какие-то другие блюда где этот лук будет это будет невкусно в итоге экономия вот на этом первом слой кожуры она вообще ни о чем вот как раз таки вот вот эти части кожуры я вот сюда вот брошу вот тут они у меня будут но а это сейчас пойдет в помойку значит друзья как всегда у меня это все помыто это все помыто я сейчас быстро все это нарежу так как вы видите я порезал все достаточно быстро и достаточно так бесформенно и небрежно вот да вот это вот все почему да по очень просто потому что мы это все будем измельчать чего тут мудрить я порезал достаточно мелко картошку просто для того чтобы она быстрее сварилась чтобы не тратить много времени вот я сюда дал масло она уже пока резал до дал масло она уже нагрета тебя бросаю смотрю шипит шипит еще как вот и я забрасываю сюда сразу все а картошку оставляю конечно вот чем хороши вот такие вот полуоки до сковородки что здесь удобно вот вот таким вот подкидыванием перекидыванием мешать за счет по этому борту так вот летит и конечно же у меня овощам для бульона варится 13 минут но я туда ничего не забрасываю почему потому что там как бы еще грязный бульон да там какие-то палки листья еще что-то от перца вот эти вот семена вот после того как мы их процедим тогда уже будем класть все остальное вот а лучок с морковкой я буду сейчас на восьмерочки быстро обжаривать все время морочить чтоб такая была уже золотинка корочка тоже быстро и отпустить это делать чтобы не стоять не следить за ним вот посмотрите я взял ложку постоянно перемешиваю по прежнему на восьмерке вот если не мешать постоянно не конечно же тут же сгорят вот а так я быстренько доложу вот до такой хороший до такого хорошего колера цветов вот это вообще это крамелизация вот и все то есть где-то минут семь я наверное делал и я их сейчас оставляю больше минут осталось зажарка ждет а я ей зажарка ждет плохо не ждет вот сейчас мы профильтруем через сито и вот помните кастрюлях говорил что одна-две там емкость еще куда фильтровать а вот сюда поставлю и будем фильтровать и продолжим в ней варить и так бульон овощной и вот смотрите видно да да сито все это дело собирает у меня я ни за что не волнуюсь вот так и вот она там все причем можно же еще вот чем она она силовое быть то есть я могу так вот отжимать что-то здесь до ложкой у меня есть сито у которого ручка отломана уже такой вот с ободками то есть крепеж маленький он начинает сжать она блянца ручка отваливается то есть в этом плане вот и вот вся вот эта вот ерунда осталась все это вот так и на мойку я ставлю тут же включаю нагрев бустер кидаю туда заправочку надо ложкой неудобно хорошо шпателем вот этим вот лопаточкой резиновой смотрите друзья у меня есть чечевица данных чечевичный варим суп у меня такой часто на бывает какой-то остаток там ну в данном случае чечевица и и новая пачка вот только вот это чечевица варится 25 минут а вот это 15 что делать ну я просто кидаю первую которая варится 25 минут проходит 10 минут и я кидаю вторую и в итоге у меня чечевица будет поварена разные сорта один ну нормально вот тоже чечевицу я засыпаю на глаз вот я считаю что мне сюда нужно вот этой столько и той ну наверно столько же если будет меньше тоже ничего страшного я найду способ как суп загустить а может быть и будет достаточно опять же если бы мы варили суп не пюре я бы вот это вот лучок с морковкой забросил бы минут за десять до конца варки вот не сейчас как то что сейчас нет все равно чем чем больше тем чем насыщение там это все поддает тем лучше я думаю нормально я могу сейчас дать туда лаврушку одну но потом не забуду ее вынуть перед тем как я начну его пробивать и так значит осталась одна минутка из из десяти при которых у меня варится первая фасоль поэтому я добавляю сейчас 16 минут и закидываю вторую часть вот ну тоже то есть на глаз я берут первая горка у меня будет вторая горка вот так тут же добавляю нагрев чтобы вода быстро закипела вот и теперь у нас 16 минут варки осталось в принципе но у нас еще есть картошка которая варится 10 минут поэтому часть секундочку через шесть минут я кину туда картошку у меня получается такой непрекращающийся процесс варки соблюдением всех временных режимов для каждого продукта все в общем то все просто я сюда поставлю чтобы сразу это сделать закрою крышечкой и подожду друзья пока проходит шесть минут то закидывание картошки немножечко такой ликбез про собственно блендер про оборудование тут на самом деле много рассказывать нечего погружной да есть два вида стационарный блендер вот эти как стоят большие да и вот этот это называется погружной и ручная погружной пришло погружаем на что надо обращать внимание хорошо если нога у вас будет металлическая то есть прямо обязательно вот это может быть не металлическая а вот это лучше чтобы было металлической почему потому что сейчас мы будем погружать в кипяток пластик блендеров конечно тоже справляется но не всегда и общем любом случае металл на кухне лучше чем пластик это первое второе блендеры ручные блендеры погружные и блендеры стационарной в принципе все что можно сделать блендером погружным можно и через стационар ну как почему погруженка я хочу сейчас пробить слишком сильно кипит у меня хочу сейчас сделать из супа пюре мне это сделать проще конечно вот так но если бы не был только стационар я бы просто перелил бы суп в чашу стационара и перебил бы вот там другое дело что здесь у меня может быть пять литров супа это такой чаши нету стационарного блендера поэтому мне приходилось бы делать этого несколько этапов с украине неудобно это кипяток это все поэтому при вопросе что лучше иметь нет такого вопроса нужно в идеале этот и другой блендер у меня сейчас например стационарного в данный момент блендера нет пока вот есть вот такой поэтому вот и не все что может сделать стационар может сделать вот этот по одной простой и грустной причине все вот эти вот погружные блендеры во много-много-много много раз менее мощные чем стационарные пленда то есть ну буквально в десятки поэтому вот так тем не менее да что он нам может дать что он может сделать вот он собственно предназначен пюрировать можно сделать суп пюре можно сделать овощное пюре вы сварили картошку ее можно потолочь сделать пюре и можно да да через сито пропустить тоже сделать пюре а можно сделать про блендером и кстати консистенция будет разная потому что он сильнее перебивает сильнее там освобождаются крахмал всякие связи и там получается между другая консистенция пюре тем не менее морковное свекольное пюре почему нет в том числе покажу а вот посмотрите видно такой порошочек у меня порошочек как вы думаете что это такое вот это свекла вот эту вот посыпочку свекольную вот я сделал с помощью блендера покажу как это делается но тоже то есть если бы я это делал с помощью стационара это было бы прям пыль пыль ручно ручным погружным так сделать нельзя и у меня такая задумка мы сейчас этот суп когда сварим подадим я хочу попробовать украсить вот этой вот свекольной пудрой затея в чем краска посыпем свеклы она тут же начнет давать краску вокруг себя не знаю может быть получится фейк потому что я свеклой так еще супа не украшал я добыть делал посыпочку какую-то где-то там в салаты рядом с картошечкой жареной хорошо а вот попробуем в суп то есть у меня такой будет эксперимент так сказать в прямом эфире поглядим сейчас так у меня что 11 минут нормально пока говорил как раз и покажу в конце знаете что сейчас я еще про блендеры продолжу чтобы так сказать я думаю справедливо полагаю что у многих из вас блендера нет дома никакого вот ну опять же да потому как мы учимся готовить вот стационар конечно будет стоить дороже это мы тоже все поговорим отдельно там по стационару я когда ему заведусь вот надеюсь это произойдет скоро может быть я еще и найду хороша хорошую технику с кем бы посотрудничать на этот предмет вот так сейчас прибавлю значит что важно поскольку эти блендеры не мощные нифига какие там хотите они все равно будут не особенно мощные то есть до пюрирования нормальные все блендеры непрофессиональные 30 секунд вот делаете что-то пюре руете 30 секунд чувствуете прошло там 20 секунд остановитесь на чуть-чуть потом опять и чем более вязкая чем более вязкий продукт которого период тем чаще надо останавливаться вплоть до того что вообще инструкцию байдеру читать прямо обязательно у каждого производителя разная мощность разные здесь стоят все эти шестеренки и кто-то категорически например мясо нельзя на не начинаете мясо там жилисто делать все тут же тут ломаются эти вот роторы там чё там горит и за новым блендером идет чем дешевле блендер конечно же тем вот больше ограничения у него будет скажем так у меня по моему это только 3 то ли 4 начал как раз как раз вот я занимался тем чем нельзя поначалу там давно но тем не менее вот этот уже давнишний такой нормально держится но ли я как бы соблюдаюсь когда все все эти условия то есть я ему даю отдыхать я его жалею и покажу как мыть сразу скажу что вот за счет вот этой вот конструкции нож под ножом вот эти все прокладочки когда убьете что-то вязкая она там остается там налипает и вот золотое правило вы когда сделали что-то блендером она уже еще все вот горячее мокрое сразу сняли и пошли помыть вот как помыть тоже ну покажу я думаю тут как покажу в общем все покажу вот и все вот такие вот дела так готова прошло время я пробую кстати вот не забудем листик вынуть вот ну я чувствую что фасоль можно было бы еще поварить минуток пять но пока она находится в горячиной жидкости она все но продолжает творится плюс мы ее сейчас еще всю разобьем в пюре поэтому я считаю что больше я варить ее не буду итак друзья очень часто бывает люди плохо вставляют вот эти все сочленения у всех по-разному бывает поэтому когда собираете проверяете что вы точно хорошо все вставили что все на своих местах нигде никакой болтанки нет потому что если вставили чуть-чуть не попали тут же первое же включение здесь все срывается погружаем в жидкость не надо так что вот здесь включили вот вот тут вот и пошли так что эти брызги все они могут пойти вот блендер погрузили и там включаем давайте я наверное сделаю поинтересней погрузили и пошли я его ну вот у него ножки то есть я иногда ставлю вот так или вот чуть приподнимаю чтобы ножу было проще вот это вот все перемолоть чуть-чуть под углом но при этом его чтобы вот он вот так не был то что фонтан будет сразу вот немножечко дадим отдохнуть блендеру заодно смотрим как у нас консистенция вот хорошая как я люблю мы сейчас вернемся к нашей бакалей к нашим запасом допустим я хочу сделать его чуть погуще можно взять муку поджарить и туда но если не охота нет муки делать долго я возьму панировочную смесь пока блендер отдыхает так щепоточку сейчас дам сюда вот применение дай вот пожалуйста быстро моментально я люблю этот способ и друзья обязательно крепко держим блендер и крепко держим ту посуду ну в которой мы делаем особенно если это касаемо маленьких стаканчиков отбывает все начинает улетать и нехорошие дела вот и теперь пойдем помоем соответственно сразу отключаем блендер вот в принципе первый вариант это просто под водой вот пока он все пока вот это все тепло и ведь как хорошо смывается буквально вот я вот полил и вот здесь но здесь тоже вот все вот эти вот вещи части это либо губочкой потом да помойте либо второй вариант мы поступим так как делают со стационарными блендеры мы берем какую-нибудь колбу туда даем мыло и воды причем воды немного чтобы она не пошла вверх вас да и начинаем опять блендерить сначала я втыкаю собираю блендера потом подключаю его к сети вот и вот так вот вот он как бы сам себя помыл хороший вариант такой рабочий возьмите себе вот на вооружение так готово теперь будем его как называется за доводить до вкуса и вы помните не солил ничего не делал вообще поэтому я сейчас посолил вот эту соль вот хорошо бы в таком супе тоже знаете вот на глаз одну треть чайной ложки я дал попробую потом снова попробую хорошо бы сюда вот мы суп из чечевицы бы больше гороховый суп от с копченостями да можно было бы вот меня нет копчености что я сделаю я сейчас обращусь к устарширскому соусу ворчестер опять к вопросу о наличии бокалей машина он такой копченый если кто не пробовал ни разу вот рекомендую попробуйте обязательно купить себе бутылочку там большую маленькую неважно но ворчестер вы должны прямо ощутить и этим ворчестером эту копченость сейчас сюда дам тоже чуть-чуть и помешаю попробую да я хотел сюда забыл совсем возьму тарелочку которую будем подавать зелень петрушки я сюда хочу дать зачем я ее видите не давал вот пока мы вот до пробития я не давал специально не давал чтобы она была здесь в этом суп попадалось как правка когда человек будет есть он ее будет видеть и мне кажется что это будет вполне приятно вот теперь друзья вы можете уже пожарить курочки с рисковым вот вам второе полноценное вкусное ну помните да мы делали недавно ролик можете сварить вот такой суп так я сейчас попробую попробую так по-простому вот этой же ложкой тоже делаю только для себя сразу пойму что солью я не угадал надо еще вот и все короче всего надо еще примерно столько же сколько и давал и вот так вот так по крайней мере вы всегда сделаете тот вкус которого хотите вы не пересолите ничего нигде не ошибетесь вот перцы я сюда давать не буду потому что можно было бы дать и перца но я перец буду посыпать сверху ну что давайте попробуем сейчас разлить по тарелкам 1 я подам так как и задумал а второй вот с этой вот свекольной баночкой вот сюда да помидорочка красная как как-то вот такая мякоть пойдет вот я вот смотрите от 1 я просто сделаю вот вот что я хочу я сейчас возьму немножечко вот этой вот смесью вот так панировочкой и перчиком красным вот так и трогать не буду вот так вот оставлю это вот можно дать еще и зеленухи немножко но не факт а на 2 сейчас я покажу да так вот а на 2 мы сейчас посыпем можно кстати да вот на 2 чуть из кадра я уберу вот я возьму немножко зелени вот так здесь бы свежие хорошо но опять же нету и наши свеколки сейчас посмотрю как это будет играть вот тут надо правда немножечко подождать посмотреть как это сейчас все разойдется один вкус есть и вот она нашей со свекольной крошкой видно вот вот здесь вот она видите дает свой цвет немножечко да я сейчас просто попробую то есть не сильно то что нужно вот она цвет отдает и получается такая вот штука я сейчас туда друзья она дает свекольный вкус легкие нотки такие легкие сукольные нотки ну что ж дорогие подписчики суп пюре делать поучились посмотрели на технику на сито поработали с приправами мы или там как сделать как как правильно сварить прием фасолю как 2 2 разных вида я думаю что мне удалось все таки дать нагнать информативности дать дать вам опыта дать вам следующую ступень получилось у меня это сделать напишите если все нравится хорошо будем продолжать то в том же формате потому что в общем как я уже говорю да было много теорий сейчас я пытаюсь сдавать практику и как-то вот вижу у меня это дело идет я не знаю тут то ли делать длиннее то ли стараться короче то ли там меньше говорить то ли то ли что давайте обратную связь вы имею всегда даете давайте сейчас чтобы я вот если все хорошо я буду это дальше развивать если может быть получается мало информативно может быть быстро может быть медленно может быть хотите как-то попал дольше покороче вот как всегда те кто еще не подписался но смотрите это подпишитесь пока друзья до следующего видео пока пока